Первое слово. На самом деле, здесь сзади, насколько я понял, я сам сюда добирался, а поздравились только те, к этому действительно интересно, потому что мы же будем сесться на разных этапах. И это, ну, очень, скажем так, приятно для меня. Значит, тот доклад, который меня попросили сделать, это секция по средствам слоя, технические аспекты безопасности. Я, честно говоря, с этим докладом уже целый год путешествовал везде по Российской Федерации, ну, периодически добавляя туда новый материал, новые взгляды наши, потому что все, как бы, так, хватить за раз, ну, не успевается. Ну, и вот в данном докладе тоже попытался сделать что-то новое сюда добавить. Но те, кто видел, может быть, что-то новое это все притерпнуть. Значит, самое важное, когда стартануло развитие, как он так получил, развитие эндоскопической техники, и мы начали выявлять вот подобные новообразования, стал вопрос, что с ними делать. Соответственно, мы также немножечко подумали над вопросом, как вообще можно это удалить, что влияет на безопасность этого удаления, и, соответственно, предстояли такую вот некую модель, ну, и обучающую лекцию, связанную с эндоскопической диссекцией по скристым слоям. Ну, и во главе всего вот этих вот процедур, которые мы имеем на сегодняшний день, это и ЭДСТ, и СД, и МР, полипектомия. Вообще, любая инстрахирургическая, скажем так, активность эндоскопическая, она вот отображена здесь. Ну, соответственно, дальше появились ПМ, такие методики, дивертикулотомия и так далее. Соответственно, в углу всего этого должна стоять безопасность. Ну, и мы попытались сложиться, с чего она связана. Да, это лекарственное обеспечение, инструмент, техническое оснащение. Ну, изначально можно было сказать, что все, что мы видим с вами, оно появилось благодаря, ну, скажем так, возможности эндоскопистов связаться с остановкой кровотечения. То есть где-то в 40-е и 50-е годы мы впервые научились остановить эндоскопические кровотечения. В Российской Федерации еще лет 10-15 назад, когда происходило, поступало больное с кровотечением, эндоскописты урганяли и кричали, что это, скажем так, противопоказание для эндоскопических исследований. Хотя на сегодняшний день первым, кого зовут для остановки кровотечения, это эндоскопия в желудочно-тишечном тракте. Это первый аспект. Дальше после этого появилась возможность выполнять пальпектомии, эндоскопические диссекции, резекции, ну и так далее по списку. Что на сегодняшний день вообще возможно в эндоскопии для эндоскопического гемостаза? На самом деле мы от хирургии больше ничем не отличаемся. У нас есть инструменты для инъекционной терапии, у нас есть инструменты для механического воздействия, теплового воздействия, да. Также нам присущи и аппликационные методы эндоскопического гемостаза. Все это под собой имеет определенные правила. Мы попытаемся их несколько выявить. Ну, технически, для механического гемостаза мы можем применять различные приспособления, в таком частности, да, это гемостатические клипсы. Причем даже есть уже, скажем так, наши российские производители этих гемостатических клипс. Такая компания, как Эндостарс. Клипса Овеска, которая позволяет прошивать, скажем так, ткани на всем протяжении, то есть включая мышечный слой. Ну, и, соответственно, для чего и как это, может быть, нам понадобится? Ну, здесь два простых таких видеофильма, да. Один просто эндоскопический гемостаз, я его даже не монтировал. Мой, ну, один из любимых фильмов, да, здесь вживую происходит остановка при вытечении у пациента, когда пытается наложиться клипсы. Ну, это связано еще и с мануальными нашими навыками, поскольку, когда мы получаем эндоскопический гемостаз, нас никто не заставляет сдавать там на права, как машину. То есть, ладно, Карину покупаем за 500 тысяч рублей, да, соответственно, нам нужно сдать на права в ГИБДД, потом получить эти права и только садиться потом в дорогу. Эндоскоп человеку дает, в принципе, этого не происходит. Ну, вот на данном видео очень хорошо видно, когда там доктор пытается наложить клипсы. Получается приблизительно вот такая вот картина, да, вот затрачено там 12-15 клипс. За то время, пока проводится эндоскопический гемостаз, вот это вот видео, если посмотреть, оно длится порядка там 20 минут с лишним. Пациенту легче не становится, кровотечение продолжается, состояние значительно ухудшается. Соответственно, дальше у нас появляется возможность, ну, как здесь на данном этапе, да, были наложены гемостатические клипсы. Собственно говоря, это не привело к остановке кровотечения, а связано, скорее всего, с тем, что это достаточно крупный сосуд, который имеет мышечную стенку. Он сократился, ушел к блоковому мышцу. Гемостатические клипсы здесь были неэффективны, если вы видели, там она была одна. То пришлось удалить вот эти гемостатические клипсы щипцами. Соответственно, дальше встает вопрос, что делать с этим пациентом. Либо отправить в операционную, либо, собственно говоря, применить такую технологию, как овеска, называемая, да. В данном случае она работает достаточно просто, как при легировании, когда мы аспирируем вот эту ткань, забрасываем плюс овеска, собственно кровотечение остановилось. Это моментально. Если не это, то что? Тогда это операционная. То есть это еще минут пять, пока больного вызовут операционную, пока выразденут, пока придет бригада хирургов, пока анестезологи введут наркоз. То есть все это время будет предполагать к тому, что мы получим большой шанс общихирургических осложнений после оперативного вмешательства. Соответственно, как бы вот эти новые технологии позволяют нам избавиться от многих проблем и решить те проблемы, которые раньше считались малоразрешимыми. Что мы можем применять в эндоскопическом гемостазе? Пожалуйста, это как Граспер у компании Липос есть. В данном случае мы всегда пользуемся щипцами для горячей биопсии. Связано не с нашей какой-то прихотью, а с поверхностью, которая соприкасается, она больше и, соответственно, больше когулирует. Ну, обычный электрохимир, скажем так, или правило электротехники, да, когда чем хуже поверхность, тем больше она режет, меньше когулирует. Соответственно, они имеют ту же самую плоскую поверхность, которую она приводит когулирует. Но это базовая когуляция, которая нам значительно помогает в своей работе. Ну, соответственно, использование современных РХВЧ-блоков. В данном случае небольшой фильм, который показывает туннельную диссекцию. Если вы посмотрите по дате, это было буквально позавчера. Обычный туннель. Скажем так, в туннеле мы видим достаточно крупный сосуд. Мы пытаемся остановить ее при помощи неправильно подобранных режимов для когуляции. Я дальше ниже об этом расскажу. Мы, соответственно, получаем кровотечение. Поскольку это все дело происходит в туннеле, то времени у нас не так много. Тесное, замкнутое пространство. Оно достаточно быстро забивается кровью. Визуализировать ткани достаточно сложно. Мы, применяя такие вот методы коагуляции, как щипцы для горячей биопсии, мы можем запросто справиться с подобным кровотечением. Как слепую ими работая, так и применяя их в качестве захвата сосудов. То есть, селективно выбирая сам сосуд, захватывая, производя его коагуляцию. Я буду немножечко видео прокручивать, чтобы успеть всю эту информацию доложить. Ну, собственно, произошла коагуляция, видите, в туннеле кровотечения также повлияло на нашу безопасность. То есть, мы пропустили этот сосуд, создали вариант кровотечения, кровь инбибировала под слизистый слой. Собственно говоря, дальше нам очень сложно ориентироваться в этих тканях и искать вот это подслистное образование. Это также влияет на безопасность. Подниму осторожность и аккуратность, прежде всего, в работе. Чем еще можем работать? Есть различный спектр инструментов, которые мы можем использовать. И все они работают абсолютно по-разному. Есть достаточно тонкие инструменты, да? Есть достаточно грубые инструменты, вот как вот эти вот. Либо петли. Тонкая петля и достаточно грубая. Опять-таки, к электротехнике, да? Чем тоньше, тем больше режет, меньше круглирует. Чем толще, больше круглирует, меньше режет. Ну и, соответственно, здесь надо выбирать позиции. Если мы работаем петлями, то нам необходимо понимать, что надо. Если это рецидивные полипы петцовой ткани, соответственно, мы будем выбирать петли более тоньше, чтобы их удалить. Если это, естественно, палит на ножке, где мы подозреваем, что есть крупные сосуды, соответственно, мы будем стремиться выбирать петли потолще, чтобы они скруглировали вот эту ножку, и мы не получили кровотечение. Один из аспектов так называемой безопасности. Как это работает? Ну, вот на примере данного фильма, когда мы имеем дело с диссекцией последствием слоя, соответственно, применяя режимы, в данном случае это режимы полипектомии, электроножбовый используется, когда мы спокойно можем такие сосуды пересекать, не обращая на них внимания, это достигнуто благодаря, ну, таким техническим решениям в электроприборе, когда он сам замеряет рецидивные ткани и выдает не чисто резание, а резание смешанной с когуляцией. И, соответственно, мы, не обращая внимания на подобные сосуды, можем спокойно продолжить свою работу по слизистым слоям. Тем не менее, когда мы когулируем, сейчас здесь сбьем, ну, скажем так, аккуратная работа позволяет нам полностью сохранять вот этот вот прозрачный подслизистый слой и визуализировать в глубоких его слоях сосуды, и тем самым влиять на безопасность той же диссекции. Собственно говоря, также применяя вот эти режимы, именно в данном случае вот умеренная когуляция, когда мы запаиваем вот этот достаточно крупный сосуд, и затем уже на режимах других когуляций, гастрокогуляция, так называемая, да, или форс-когуляция, мы можем запросто пересечь этот сосуд, не получить кровотечение. На технику и скорость диссекции влияет также смена наших инструментов. У нас есть одна большая проблема у всех эндоскопистов. Все наши инструменты длинные. Если вы засечете время смены инструмента, то это будет порядка 30-40 секунд. Представляете, каждую диссекцию вы каждую секунду останавливаетесь, а 30 секунд пытаетесь поменять инструмент на инъектор, на, скажем так, щитцы для горячей биопсии, на электроноши и так далее, и так далее. У вас сама длина операции вырастет, ну, неимоверно. И это будет за счет пара медицинских факторов. Ну, собственно говоря, вот аккуратная работа, она нам позволяет выполнять такие вмешательства. С командой нашей Санкт-Петербургской, которая собрала из заведующих различных подразделений, мы создали, скажем так, такой небольшой вот макет. Это стенка пищевода, хрюшки без подсвистов слоя и, соответственно, слизистой оболочки. И мы взяли электромож, в данном случае это Q-тип, или же просто на роде он называется квадрангл, и с одинаковым усилием начали давить на эту мышцу, включая разные режимы коагуляции. Ну, вот умеренная коагуляция. Что происходит? Происходит просто выпаривание тканей, и, собственно говоря, никакого рассечения не происходит. Это самый безопасный режим, который можно упереться в стенку и спокойно начать коагулировать. Но когда мы включаем другие режимы, имеющие на электроноже, да, буквально одна секунда, и мы получаем перфорацию. Вот это тоже влияет на технику безопасности при выполнении энцикопической диссекции. То есть, когда мы стоим прямую мышцу, касаемся ножом, да, соответственно, мы должны понимать, какими режимами мы работаем. Используя режимы, скажем так, не предназначенные для энцикопической диссекции, мы можем убедить, собственно, пациенту и получить ту же самую перфорацию. Хотя и перфорация на сегодняшний день достаточно нередкость. Имея такие технологии, как геностатические клипсы и, скажем так, клипсо-авеска, собственно говоря, эта проблема тоже решается. Можно ее просто вовремя заметить и обратить на нее внимание. Тогда более страшны отсроченные перфорации. или когуляционные некрозы, которые возникают спустя какое-то время. Ну и, соответственно, газ только угуляется тоже. Вот видите, да? Одно и то же давление, буквально на секунду мы получаем перфорацию. То есть, какие это вопросы, какими режимами можно пользоваться? Лекарственное обеспечение. Лекарственное обеспечение – это не то, которое мы используем, скажем так, накануне таблетку, фенозепам, акулизы, хотя это тоже важно и играет свою определенную роль. Но это то лекарственное обеспечение, которое мы используем непосредственно во время наших энцикопических манипуляций. То есть, те расторы, которые мы вводим в последистый слой. Те, которые нужно обработать слизистую оболочку и так далее. С расторами, которые вводим в последистый слой. Что это нам дает? Ну, во-первых, оценка инвазии, лифтинг-синдром, так называемый. Когда мы вводим в росток в последистый слой, понятно, что если он приподнимается, то в инвазии будет что-то там маловероятно. Соответственно, это наш последний этап, который мы можем использовать уже непосредственно перед нашей манипуляцией. Доступ. Но если у нас есть плоское петляемое наобразование, когда мы делим небольшое количество ростов, рассудим такую петоножку, собственно говоря, это обеспечит просто наложение петли и удаление этого наобразования единых блоков, электробезопасность. Соответственно, если мы будем удалять вот это наобразование, у нас останется вот такая подушка безопасности, которая снизит риск отдаленного коагуляционного некроза после этого. Ну, и снижение риска рецидива, оно связано, скорее всего, с самим доступом. То есть мы можем контролировать, как в одном положении вот этого петляемого наобразования удалить его единым блоком, соответственно, это снизит риск рецидива. На данном случае, это стенка человека-желудка. Мы вывели такое, скажем так, наверное, идеальное положение эндоскопа под углом 45 градусов. Вот это инъекторы, инъектор там срезан иголкой вверх, ввели через слизистую оболочку в первый этап. Ну, разбили самую компуляцию подкопки под слизистый слой, да? Пробили просто слизистую оболочку, первым таким достаточно резким движением, начиная вводить раствор в этот момент, ввели полмиллилитра раствора, увидели, что мы находимся под слизистым слоем, это проявляется тем, что сама слизистая оболочка начинает приподниматься, то есть визуально в экране. Ну и, соответственно, видим, как разбухает под слизистый слой. Введя дальше, мы инъектор чуть-чуть на себя подтягиваем. Это связано с тем, что мы должны отойти от мышечной стенки. Ну и, собственно говоря, инфильтрируем под слизистый слой. Что это нам дает? Во-первых, мы видим слизистую оболочку, мы видим четко под слизистый слой, и мы видим достаточно крупные сосуды в этой зоне. То есть, если мы будем выполнять эндоскопическую диссекцию, в принципе, прозрачность вот этого под слизистого слоя обеспечит нам возможность вовремя заметить и обратить внимание на эти сосуды, скаугулировать их, ну и, соответственно, это приведет к более безопасному выполнению наших эндоскопических процедур. В плане эндоскопических гемостазов инъекция под слизистый слой, многие рассматриваются, когда мы ввели раствор под слизистый слой, И, собственно, это как эндоскопический гемостаз. Ничего подобного. Что нам даст? Вот эта вот инфентрация ткани, которую вы видели, задавила сосуд достаточно крупный. После того, как мы удалим вот это на образование, допустим, при полипотомии или же после диссекции, у нас будет какое-то время не получить сразу массивного кровотечения, а просто взять либо коагулятор, либо взять гемостатическую клипсу и, соответственно, дальше предотвратить возникновение подсвечных кровотечений. На этом слайде мы попытались порассуждать о том, что такое идеальный раствор и какой можно раствор вообще использовать, за какими характеристиками нужно отличаться. Ну, соответственно, нетоксичный, обеспечить высокую подушку, сохранять ткань. Мы сейчас с вами разберем, там есть разные растворы, которые могут помочь нам сохранить ткань, которые повреждают ее, ну и, соответственно, дорогим, доступным, ну и долго удерживать эту подушку. И растворы используются на сегодняшний день. Ну, в основном это солевые и растворы так называемой повышенной вязкости. Из солевых растворов, которые мы знаем, это физиологический раствор, ну, обычный физиорастор и физиологический раствор глюкозы, да, соответственно, их сочетание гипертонических. Так вот, гипертонические растворы на сегодняшний день четко доказаны, что они повреждают ткань. Поэтому это может привести, скажем так, к проблему морфологической диагностики на окончательном этапе. Ну и, соответственно, повреждение тканей может потом влиять отрицательно на риски развития срочных пересекаций. Это раз. Поэтому мы от гипертонических растворов на сегодняшний день отказались. Второй момент. Физиологический раствор глюкозы. Глюкоза является питательной средой многих микроорганизмов. Соответственно, все, что мы наблюдали в своей практике, когда пользовались глюкозой, в большинстве случаев это приводило к длительным, не заживающим вот этим вот дефектам, язвам после наших, скажем так, вмешательств. Соответственно, на сегодняшний день из целевых растворов, которые мы используем, это физиологический раствор на трехлор. Значит, эти растворы могут употребляться как в сочетании, ну, либо с индигокармином, либо с аппенефрином или адреналином. С адреналином хорошая вещь. В принципе, адреналин сам по себе просто сужает сосуды, снижает риск кровотечения и так далее. Но есть несколько но. Первое. Это препарат, который помимо местного действия обладает системным действием, то есть может повышать артериальное давление. Второй момент. Действие его всего 20 минут. То есть вы ввели раствор с адреналином, не получили кровотечение, ушли, закончили операцию, через 20 минут бежите обратно с эндоскопом, остановили кровотечение этого пациента. И третий момент. Адреналин ему приводит, скажем так, к спазму сосудов, и спазм сосудов приводит к дополнительной ишемии. Это значительно повышает риск от срочных перфораций. Про это проведено было, скажем так, несколько достаточно крупных исследований в Европе, которые доказали, что частота, скажем так, от срочных перфораций при использовании адреналина чуть выше, чем обычный человек. Поэтому в сегодняшний день мы с адреналином подклукой не используем. Раствор индигокарминового. Ну, это как маркер. Если вы видите вот сейчас эту диссекцию, которую я показывал вначале, четко видно голубое поле, да, более розовая слизистая оболочка и более розовая мышца. Собственно говоря, все поле для нашей работы – это тот голубой слой, который обеспечивается раствором и дикокарминовым. Просто как маркер, как, скажем так, некий контраст, который будет спасли стой. Растворы повышенной ясности. Это наиболее интересные на сегодняшний день растворы. Очень в них выраженная потребность использовать их в диссекции в кишке, где последствий слой значительно мало и жидкость покидает его достаточно быстро, особенно при эндоскопических диссекциях. И поэтому на сегодняшний день очень активно ищут различные способы применения этих растворов. Вот самое первое – это ствол. Единственная проблема, если он в Азии есть в официальной форме, вы можете купить в аптеке и, соответственно, дальше им работать. В Российской Федерации в официальной форме его нету, но по вот этой, скажем так, формуле любая аптека, любого стационара, он запрос приготовит. Единственная проблема, что с удобностью ее будет всего порядка 12 часов, ну и, соответственно, если проблемы с аптекой и так далее, то не очень удобно его использовать, становится. Гиалуроновая кислота. Этот метод, скажем так, был взят у госпитологов и используется на сегодняшний день. Некоторые корейские специалисты, которые приезжали, показывали свои диссекции, они показывали фотографию, через 2 недели подушка, которая делалась с гиалуроновой кислотой, еще держалась, то есть подсветительное образование. Гиалуроновая кислота, она помимо, скажем так, сознательной вязкости своей, за счет чего создает вот эту подушку, уменьшает, как это подсветительное условие, она еще обладает способностью генерации ткани, скажем так, ее улучшает значительно после удаления. Кроме того, используют различные такие препараты, как фибриногеновая сувесия, вот такую вот, как один, дидоксепрактонный тёлцеглозу, да, но тут есть проблема. Одни, это, скажем так, белковые препараты, и там, и риск заражения гепатитом, анафилактические шоки, анафилактоидные реакции и так далее, вполне возможно. Ну и, соответственно, исследование токсичности различных препаратов. В своей практике мы тоже часто применяли такие препараты, как полиовена, репортан, то есть все препараты, которые есть у анестезиологов, со смонулярностью больше шести. Но, честно говоря, проблем не было, но если по-хорошему, то никаких научных выисканий на эту цену, и безопасности, или там проведение каких-то исследований, и сертификации по поводу использования этих препаратов тоже не было. Ну и, соответственно, геуроновая кислота она сейчас есть на российском рынке, сертифицирована для, скажем так, чисто для эндоскопии, с полным набором, скажем так, документов, ну и, насколько я знаю, это компания эндоскопия дает. Зачем это все нужно? Смотрите, это журнал эндоскопия, такой вот типичный пример, да, вот мы ввели глицерол и обычный сливый раствор, то есть раствор по ушей негаскости и так далее. Через 7 минут подушка с нормальным сливым раствором, собственно говоря, уже спалась полностью, а с глицеролом она все еще держится. То есть, соответственно, если мы делаем обычную полипактовию, то нам достаточно будет раствора для работы. Если мы делаем резекцию или диссекцию в последствийном слое, соответственно, тот время, которое нам, чтобы подушка не подалась, нам необходимо больше. Это две причины на это есть. Первая, мы можем забыть подколоться в уровне, это создаст нам технические трудности и так же повлиять на безопасность. Второй момент смены нашего инструмента на инъектор будет тоже приводить к какому-то потере времени во время выполнения наших диссекций. Инструмент. Самый важный и самый главный инструмент при диссекции всегда, как обращать внимание, это дистальный клопачок, который надевается на эндоскоп. Ну, посмотрели, клопачку-то очень много на самом деле есть, да? Есть клопачки для легирования, есть для резекции подсвистных слоев и так далее. Нужно ли все их применять для, скажем так, эндоскопической диссекции? Оказывается, не очень можно. Почему? Ну, смотрите, мы все работаем с эндоскопами. В любого эндоскопа есть определенное фокусное расстояние. Ну, в среднем оно 5 мм. То есть, если мы возьмем вот такую купюру и на 5 мм содержимый эндоскоп, то вот эти вот полоски будут вполне читабельны. То есть, мы этот шрифт мелкий будем видеть и читать. То есть, мы получим то нужное увеличение. Соответственно, если мы будем использовать это фокусное расстояние, мы будем видеть те же сосуды. То есть, дальше, если мы надеваем обычный клопачок для легирования, то, соответственно, мы этот шрифт уже еле читаем. А когда мы работаем еще и в ране, то, соответственно, какие-то мелкие сосуды здесь увидеть уже будет сложно. Это первый момент. Второй момент. Вот этот ножик, который будет торчать достаточно большую величину, он будет как пружина работать. Ну, и, соответственно, будет малоуправляемый. И это также влияет на безопасность проведения этой манипуляции. Следующий момент. Чем больше клопачок вот этот дистальный, соответственно, тем больше он нам будет ограничивать маневренность. Особенно в тех замкнутых пространствах, когда мы работаем в кишке, либо в какой-то контролатеральной позиции в желудке, в слое, допустим. То есть, те маневры, которые мы могли сделать без клопачка, здесь они будут практически невозможны за большой клопачком. Поэтому, чем меньше клопачок, соответственно, тем легче нам будет работать. Специальные клопачки для диссекции. Они здесь разных производительных, алипаса, уфа, медицина и так далее. Чем они отличаются? Давайте посмотрим. Сам дистальный клопачок, видите, он достаточно коротенький. Это первый момент. Второй момент, он мягкий, да? То есть, он не разрезает ткани, разрывает их, когда вы пытаетесь их отодвинуть, он их и раздвигает. Это первый нюанс. Второй нюанс. У него есть фоксное расстояние, это 5 мм. То есть, вот этот мелкий шрифт будет достаточно легко читаться, если мы просто приложим его к купюре. То есть, соответственно, в тесном пространстве, когда он забирается последний слой, этот клопачок будет служить тем маркинг, который у нас отодвинет от этой стенки, обеспечит визуализацию данную и, соответственно, приподнимет вот этот клопачок. Чем отличаются клопачки для диссекции? Вот есть без дырочки, есть с одной дырочкой, есть с двумя дырочками. Ну, все мы знаем, что у нас есть канал для подачи воды воздуха, чтобы омывать линзу. И, собственно говоря, вот эта жидкость, она будет скапливаться здесь на линзе и мешать нам визуализации. Соответственно, наличие одной-двух дырочек всегда нам поможет избавиться от лишних движений, чтобы избавиться от этой жидкости. Это также влияет на время протяженности процедуры и на безопасность ее проведения. Электроножи, которыми мы работаем. Сейчас можно, одну секундочку, я так сделаю. Значит, есть их несколько типов. Ну, по аналогии, да, триангл у Олимпоса, квадрангл здесь у Фанни-Медикса, так называемый. Это достаточно грубый инструмент, но ведь он достаточно толстый. Вся режущая поверхность у нее является полностью вся. То есть, и вот эта часть, и вот этот конечник. Вот этот конец помогает нам цеплять ткани в различном направлении и практически исключает отсутствие ассистента, который будет там так поворачивать нож или сяк. Ну, то есть, достаточно универсальный инструмент в этом плане. Сейчас видео запустим. И, пожалуйста. Ну, и, собственно говоря, правило работы этим инструментом, потому что у нее полностью рабочая поверхность вся. Это вправо-влево и от себя. Все время в просвет органа. Ни в коем случае этим ножом нельзя двигать в сторону мышцы. То есть, мы всегда должны контролировать свои движения, когда берем в руки данный инструмент. Поскольку любое его движение в сторону мышцы приведет значительно к перфорации. Ну, вот это стенка пищевода-хрюшки. Здесь мы накачали гелем для того, чтобы просто показать, как это все происходит, какими движениями. Ну, вот видите, да, происходит резание, рассечение, соответственно, коагуляция. Вот она зона резания и коагуляция. Ну, и, соответственно, за счет формы вот этого самого электрического ножа и можно работать в различные стороны, в различные сложности. Еще и у этого ножа есть одно преимущество. Это будет сейчас видно на следующей картинке, когда этим ножом мы будем работать в последствии слоя. Если обратите внимание, почему сказал грубый инструмент, посмотрите на вот эту электрическую дугу, которая возникает вокруг вот этого ножа. Ну, она достаточно грубая, да? Вы видели на предыдущем слайде, в фильме, когда мы пересекали сосуды, в принципе, даже не остановились на их коагуляции. Это достигается за счет грубости. Ну, как утюг, говоря, работает, да, прижигает эти сосуды, и это позволяет более быстро, более безопасно сделать ту же самую эндоскопическую диссекцию. Есть другие ножи для эндоскопической диссекции, хукнаев, или же эритик-нош, как здесь. Это более тонкий инструмент, более прецензионный. Он легко вращается, поворачивается. Его единственный недостаток является в том, что он требует ассистента. Ассистент, который понимает, что вообще происходит сейчас в операционном поле. Куда повернуть этот нож, как развернуть и так далее. Потому что этим занимается именно ассистент. Оператор в это время работает с инструментом. Ну, если посмотрите, правила работы абсолютно такие же. То есть мы всегда работаем в просвет органов. Право, влево, в просвет органов. Обратите внимание на ту электрическую дуку, которая возникает в работе с этим инструментом. Она очень деликатная. И мы практически не имеем здесь зоны ожога. Это связано с тем, что этот инструмент более тонкий. Он более прецензионный. Он меньше коагулирует. Соответственно, если мы оперировали вот этим ножом, как на предыдущем слайде, где секция показала обработку сосуда, то мы должны были бы остановиться, заменить его на Ка-Граспер. После того, как мы остановили, заварили этот сосуд, дальше поступить к его растечению. Ну, собственно говоря, позиционирование вот этого ножа, ну, правила, те же самые работы, да, мы все время делаем в просвет органов. Ну и ассистент позволяет нам управлять вот этим ножом. Да, и мы можем даже квадратика вырезать. Очень прецензионный, очень дликатный. Ну, видите, да, получается такой ровный квадратный контур и достаточно просто в управлении. Есть еще один тип ножа. Ну, вот этот тип своден с ножом дуал-типа, поэтому мы его отдельно не ставили в презентацию сюда, чтобы их сэкономить некоторое время. Ну, вот есть еще один о-тип или ай-ти-тип у Олимпаса, да, который имеет вот такой дистальный кончик. Здесь все отличие от того, что есть специальный канал добавочный для промывания. Воду можно подавать, как и у всех ножей предыдущих, которые я показывал, да. Это иногда экономит время промывания и смывания ножей. У него есть дистальная пластинка металлическая, которая позволяет внедриться в подслистый слой. То есть этим ножом можно сделать все этапы диссекции от внедрения в подслистый слой и так далее. Но если обратите внимание, у нее режущая поверхность только вот этого, до керамической головки. Поэтому правило в работе совершенно другое. Те движения, которые мы делали прошлым ножом, здесь было невозможно. Здесь движение этим ножом, упираешься в мышцу и тянешь его на себя, просто как маслорезка. Ну, такой школьный ножик, как мы говорим. Кроме того, вот эта металлическая пластинка на дистальном конце керамической позволяет нам выполнить все этапы, в том числе даже разметку на слизистой оболочке. Ну, то есть все мы знаем, что если мы берем ай-ти-найф, то, соответственно, нужен другой инструмент, чтобы выполнить разметку и внедриться в подслистый слой. Ну, соответственно, один нож стоит там 50 тысяч, второй – 50, ну и, соответственно, сумма операции возрастает в разы. Как выбрать нож? Их очень много, да? Может быть, работать одним ножом. На самом деле, ну, может быть, с опытом, когда и приходит, берешь один нож и, в принципе, им работаешь. Но вначале можно всегда предугадать ту ситуацию, каким образом ты будешь пользоваться этим. В большинстве случаев мы всегда будем пользоваться вот такими грубыми инструментами, как здесь. Ну, потому что им быстрее и легче сделать диссекцию. С чем это связано? Вот, да, таблица фиброза в подслистом слое. Она эндоскопическая, чисто, ну, очень легко коррелирует, скажем так, с гистологической. Ну, посмотрите, первый слой, да, когда мы ее вскрыли, в подслистый слой видим такое благое небо. Понятно, что никакого фиброза в подслистом слое нету. Поэтому мы можем брать грубые инструменты, спокойно работать и достаточно быстро и хорошо сделать эту диссекцию. Ну, а когда мы видим вот такой слой, фиброз уже достаточно выраженный, когда у нас слой в один миллиметр, то понятно, что риск и перфорация и так далее используя в таких грубых инструментах достаточно высокий. Ну, и дальше, что хотел бы сказать, очень важным, конечно, является техническая составляющаяся. Если мы берем фиброскоп, то фиброскопом, собственно говоря, найти и границ от этого образования порой бывает невозможно. Тогда как современный оборот дозы, вот клинтекс алибас позволяет нам уже визуализировать сосуды в посредственном слое, собственно говоря, без его еще даже вскрытия. Ну, это, соответственно, влияет также на безопасность. Здесь видеофильм, если у меня еще есть какое-то время, или уже все, да? Ну, это обычный видеофильм, я уже показал фрагнитарно изначально, собственно говоря, ну, это обычная дископическая диссекция по слизистам слоя. То, что сегодня будут много раз уже показывать. Ну, такое образование с втяжением в центре. Соответственно, дальше определяется граница этого образования. На расстоянии где-то 5 мм мы наносим метки. Метки наносятся на расстоянии 5 мм друг от друга. Это для того, чтобы мы сами могли ориентироваться. И 5 мм отступя от образования. С чем это связано? С тем, что 5 мм – это приблизительно 10 желез. 10 желез, если у нас даже есть новоплазия от высокой до низкой степени, вот в этом поле она как бы уйдет на нет, и на поле нам дадут отрицательный крайятный военный период. Почему 5 мм или сантиметр? Потому что мы всегда стараемся минимизировать вот это кондиционное поле для лучшего результата в дальнейшем. Соответственно, мы должны понимать, что если 5 мм отступили от образования, то мы еще 5 мм отступим от самих этих меток. То есть мы никогда не работаем по меткам. Метки нам потом служат предиктором, когда мы утащим ледяным блоком вот этот препарат. Посмотрим на него и, собственно говоря, определимся артикально. Мы доверим вверх. Семь вверх 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 вверх. Это такой всеобразный контроль. Ну и дальше мы выполняем циклеварный разрез. Вот видите, здесь практически заняты на центральный объект. То есть, собственно, дальше следующий этап, не менее легкий, после циркулярного разреза, это забраться в подслистый слой. Не всегда это легко удается. То есть, пожалуй, даже самый медленный, наверное, этап из диссекции, когда мы забираемся в подслистый слой. Вот так вот методично, я лично предпочитаю всегда делать, скажем, это с того края, который наиболее удобный для диссекции, когда можно забраться в подслистый слой, а дальше уже из подслистого слоя нужно уходить на более, скажем так, неудобные края и спокойных убирать. Ну и вот так методично мы пытаемся в него забрать, убирая подслистый слой. Ну вот видите, возможность подачи воды через нож иногда, когда он скрыт в подслистый слой, можно даже не менять на инъектор, спокойно через него инфильтрирует подслистый слой, что экономит значительно наше время. Ну и вот те кадры, которые вы видели, с обработкой вот этого сосуда. Ну и опять повторюсь, да, то есть современные метрохирургические блоки, в данном случае, позволяют нам выполнять такие вещи, не меняя инструменты и достаточно активных сосудов спокойно круглевых. Но при этом надо знать, что вот здесь мы перешли на умеренные кругляции, а рассечение этого сосуда проводили уже на режиме гастрокругляции, ну или форскругляции, как сравниваю у других производителей электрохирургических блоков. Это обеспечивает достаточно безопасность и скорость проведения вот этих вот манипуляций. Даже несмотря на вымеренные кругляции, видите, он белый, если бы просто рассечь все, он не нужно получить кровотечение. Ну и такое образование было, по-моему, легко удаляемое. Эта операция длилась всего 1 час 30 минут, но здесь не было признаков инвазии в подслистом слое, и мы достаточно митонично это все сделали. Спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, рад был с удовольствием ответить. Пожалуйста. Есть какие-нибудь вопросы, потому что очень интересная лекция. Именно для того, чтобы дунчево и довольно безопасно начать эти вмешательства, поэтому задавайте редкий случай. Скажите, пожалуйста, что нужно сделать эндоскопию, чтобы начать делать диссекции? Во-первых, такой вопрос, вопрос такой неоднозначный. Во-первых, это научиться просто мануальной навыке, просто обработаясь с эндоскопом. Раз, потому что в стиле работы с РХПГ, стиле работы при диссекции, стиле работы при пролипоктомии с эндоскопом немножечко разный. Да, ну, соответственно, для этого сейчас созданы многие тренинг-центры. Они у Ярославля есть, в Санкт-Петербурге у нас есть, в Москве, я знаю, здесь при РОХ, да, по-моему, существуют такие центры. Я думаю, что, где бы один-два раза, потому что мы в свое время проходили достаточно сложный путь. Хотя, ну, как бы, на бабушке, да, когда мы уже начинали с ней люди, вот эти вот все, которые пытались выполнять, но в последующем появились сейчас технологии, которые позволяют это сделать в тренинг-центрах специализированных. Самое главное, мне кажется, найти рак, не рак. Это первое. А у меня такой вопрос, если можно. У меня такой вопрос, а вот Вы рассказывали про разные растворы, проводились ли какие-то исследования по электропроводности, рассеиванию тока в разных растворах и, соответственно, электрозапасность разных простых? Это, знаете, правила электротехники простые. Вот даже на своих тренингах, скажем так, когда мы используем, ну, в желудке, например, так, хрюшек, да, когда мы используем обычную воду, да, допустим, дистиллированную водим, она обладает наименьшей токопроводностью, и, соответственно, выполнить диссекцию практически невозможно. Желудок становится резидентом, электропеки там не работают. Использование сырьевых растворов, это увеличивает электропроводность значительно в разы, ну, и, соответственно, любые колодные растворы также обладают достаточно токопроводностью. Влияние их на перфорацию, скажем так, но те работы, которые мне встречались в зарубежных источниках, я, честно говоря, не нашел, что растворы, как бы, причастны к перфорации. Единственное, что если это гипертонические растворы, которые сами химически будут раздражать. Спасибо. Владимир Александрович, такой вопрос, касающийся Вашего особенного подхода, может быть, к пищеводу, к голубку и толстой кишке. В чем различие при выполнении диссекции в этих трех органах, и на что нужно обратить внимание специалистам, которые уже имеют опыт? Ну, понятно, что начинать, наверное, надо с желудка, там, все-таки наиболее безопасном условии. Те, европейцы говорят, с кишки, потому что потом, когда с желудка начнешь, эти правила в кишке вы получите много сложнее. Ну, у них просто нет равных раков в желудке, поэтому они с кишки и начинают. Но все-таки вот Ваш огромный опыт операции и в пищеводе, и в желудке, и в кишке, Ваши практические советы, которые мы, конечно, обсудим сегодня еще и во время ладь-курсора. Ну, что касается кишки, то, хоть она и называется толстая, там самое основное – это очень тонкий подслесистый слой. Поэтому те инструменты, которые используются, там, для диссекции, в основном, как бы, ну, из тех ножей, которые представлены, это, наверное, больше дуалная, да, ну, в отличный подход. Потому что двухмиллиметровый, ну, скажем так, длина вот этого ножа, во-первых, обеспечивает безопасность, когда мы вообще входим в подслесистый слой, ну и дальше, скажем так, самая небольшая длина этого ножа обеспечивает, ну, наибольшую безопасность вот именно в этом узком пространстве. Тогда, как в пищеводе, скажем так, в отличие от желудка, встречается меньше сосудов, то есть реже приходится отвлекаться на коагуляцию. Ну, собственно, наверное, вот эти различия. В желудке больше жировой ткани, скажем, ну, больше на что обращать свое внимание, поэтому использование режимов коагуляции в данном случае будет приводить за туманем вот этого подслесистого слоя, сгивание линзы, ну, соответственно, влияет на безопасность, скажем так. Спасибо, Дарья Ильич, еще есть вопросы, прошу вас. Ну, вопрос, может, не совсем связанный с темой десекции, но когда мы получаем вот такой вот большой дефект ткани, при больших объемах десекции, когда мы не можем их заклюпировать, заклюпировать, как вы ведете этих пациентов? Как пациенту съезда на болезни. Если это, кажется, это жруха, да? Да, ну, вот большой объем. Нет, большое назначение противоядной терапии. Вот такой дефект, он заживает приблизительно сантиметра три в месяц, да, то есть вот такая скорость при назначении гибиторопротонной помпы. При этом гибиторопротонной помпы в первые сутки назначаются максимально возможной терапевтической дозировки, то есть в течение трех суток, дальше, если там отрицательный генкобактер и так далее, то есть никаких проблем нет, можно снизить до 40 мг в сутки, то есть один в два раза, и назначается, как правило, при больших дефектах, то это месяца два-три. Можно вопрос? Вопрос у вас, горячий, да, Иван Машкович. Есть у вас ваших личных опыт использования гибридного ножа? Нет, моего личного нету, но, собственно говоря, он, наверное, повлияет больше на скорость, потому что те моменты, которые я наблюдал, и я общался с нашими коллегами, у которых было, это Олег Ильич Ткаченко, да, скажем так, опираясь на его опыт, но, собственно говоря, единственный недостаток этого ножа, его стоимость. И он практически одноразовый, то есть один-два раза вы его можете, наверное, использовать, второй, третий, наверное, четвертый, я не видел, что мы его использовали. Так я говорю, что есть такая технология. Там есть одна особенность, у него достаточно длинный кончик, поэтому если в желудке мы можем достаточно безопасно работать, и то надо понимать, где. Если это пожилой человек с значенной слизистой оболочкой, то в кишке и пищеводе, конечно, честно говоря, достаточно опасно. И сколько бы ни было разговоров с представителями тампании Эрба зарубежными, чтобы немножечко сделать его поменьше, он почти 6 мм, это многовато. Вы видите, что все инструменты современные, они чуть-чуть короче. Хотя, безусловно, он очень удобный с точки зрения того, что много их достаточно работали в желудке, и он обеспечивает очень быстро и подачу физиологического раствора. И с одной стороны дороже нож, с другой стороны там не нужна желудка, но не хватает, потому что мы физиологический раствор подаем сразу же. Что-то дороже, что-то становится подешевле. Олег, еще один подключительный вопрос, потому что Кирилл Человече уже в операционной году включится. Прошу вас. Вопрос такой. Стоит ли внедрять метод диссекции в тех клиниках, где количество таких операций будет одна в неделю, может быть, даже меньше? Или в таких ситуациях целесообразнее просто направлять пациентов в те центры, где это выполняется на потоке? Ну, всегда и везде, я понял вопрос, да, всегда и везде все упираются на некий опыт, да, то есть, который человек должен набирать. То есть, понятно, если в этой клинике будет большой опыт выполнения тех или иных манипуляций, то они будут более безопасно, скажем так, выполняться для вот этих пациентов. Ну, если не начать, то опыта и не будет. Просто малое число операций. Позволит ли оно этот опыт вообще получить? Одна в неделю это многое достаточно, да. То есть, вы можете, в России, да. Алексей, отличный вопрос. Мне кажется, что это все-таки вот зависит от того, насколько хорошо развита в регионе диагностика ранних форм рака. И на примере Питера, Москвы и Ярославля мы видим, как увеличивается число случаев, появляемых рака, поэтому становится больше опыта удаления ранних форм рака в центре. Поэтому надо налаживать диагностику, поэтому очень много выделяете внимания, поэтому об этом надо думать. Благодарю. Ну, а так, всех в Питер с последствиями дозаваниями толчки. Через Ярославль. Ну, а кто-то готов цениться. Ну, мы сейчас оперируем 70 ранних ракурсов по желудку в городе. Давайте мы немножко хозже обсудим, потому что у нас реально очень мало времени. Большое спасибо вам за это. Замечательный доклад. Спасибо.